Сегодня 12 мая, и сегодняшняя цитата называется «Ваши слова всецело влияют на вас». Это означает, что то, что вы говорите, обладает огромным влиянием на ваш ум, на то, что вы думаете, и это усиливает определенный ход мысли. Негативное утверждение может заблокировать ваш ум. Например, вы говорите «Я не могу это сделать», а затем вы становитесь такими, как вы сказали. Однако, если задаете вопрос, это расширяет ваше видение. Как я могу это сделать? Это очевидно. Если я говорю «Я не могу этого сделать», то настраиваю свой ум определенным образом. Или «Этого никогда не произойдет, потому что никогда не получится». Любые другие негативные утверждения также оказывают огромное влияние на нас и лишают уверенности. Но вопросы придают нам сил. Поэтому, вместо того, чтобы сказать «Я не могу этого сделать», почему бы не спросить себя «Как я могу это сделать?» Это так просто, не правда ли? Поэтому, ловите себя на негативных утверждениях, и поймите, что это оказывает огромное влияние на ваше сознание и мышление. Хотите верьте, хотите нет, но так оно и есть. Это формирует ваше мышление определенным образом. Просто говоря, «Это неудобно», «Я не могу этого сделать», «Это не сработает». Вы как бы формируете намерение на будущее в этой сфере. Возможно, вы не поверите мне и скажете, «Нужно иметь особые полномочия, чтобы ваши слова сбывались». Например, как Господь Брама, «Все, что Он говорит, сбывается». Или как чистый преданный, «Все, что Он говорит, сбывается». Это правда. Но мы говорим о сознании. Если я говорю, «Давайте разберемся, как это сделать», «Давайте найдем способ это сделать». Это меняет мое сознание и открывает возможности. Вместо того, чтобы загонять себя в угол, я, по крайней мере, открываю новые возможности. Кто-то может возразить, «Если вы просто скажете, «Я могу это сделать», это еще не означает, что вы вправду сможете это сделать». Это тоже правда. Но, по крайней мере, это открывает возможности, помогает понять, как это сделать, и придает уверенность. Я могу сказать, я смогу это сделать, если Кришна захочет. Если Кришна даст, это произойдет. Давайте попытаемся, давайте разберемся. Будем двигаться вперед. Почему бы не попробовать? Это не то же самое, что... Такого никогда не произойдет. Раз никогда не произойдет, зачем нам пытаться? Некоторые из нас запрограммированы на негатив. Это просто наша ДНК, наша личность. Возможно, нас так воспитали. Ловите себя на этом. Каждый раз, когда видите негатив, задавайте себе вопрос. Например, этого никогда не будет. Вопрос, как сделать, чтобы это произошло? Что можно сделать, чтобы это хоть частично получилось? Но не нужно говорить, этого никогда не произойдет. И вы будете удивлены тому, что задав такой вопрос и отвечая на него, вы увидите свет в конце тоннеля, к вам придут идеи, вы увидите возможность, они есть. Несколько дней назад мы говорили об энтузиазме, о вдохновении. И это похожая идея. Если я вдохновлен, то постараюсь разобраться, как сделать, чтобы у меня получилось. Я не буду говорить, все настолько плохо, мир плохой, это движение плохое, храм плохой и так далее. Из-за того, что мы так думаем, все так и будет оставаться. Но если мы думаем, так быть не должно, как мы можем это улучшить, давайте будем улучшать. Давайте сядем и подумаем, как изменить ситуацию. Тогда вы поймете это. Так как вы находитесь в лучшем сознании, то сможете понять, как вы можете стать лучше, а затем вы сможете улучшить ситуацию. Это важно. Потому что если мы все время сталкиваемся с трудностями, нетрудно впасть в уныние. Я пытался сделать то-то и то-то, и у меня не получилось. Я пробовал много раз, и не получилось. Хорошо. Вы пробовали сто раз. Попробуйте сто первых. Не останавливайтесь. Способ есть. Нужно думать таким образом, потому что Майя постоянно пытается сбить нас с пути. Но если вы не сдадитесь, то однажды она скажет, «Вся слава тебе! Я помогу тебе вернуться обратно к Богу!» Это происходит именно так. Поэтому не сдавайтесь. Поражение терпит только тот, кто сдается. Если даже вас сбили с ног, и вы упали, помните, поражение терпят только те, кто не встал на ноги после падения. Если вам придется вставать на ноги 108 раз, вставайте 108 раз. Возможно, именно на 108 раз вы достигнете успеха. Не сдавайтесь. Сознание Кришны имеет огромную ценность. Оно необходимо этому миру. Оно необходимо вам. Не сдавайтесь. Продолжайте идти этим путем. В конце концов, вас ждет успех. Харе Кришна! Если вам нравится это видео, вы можете подписаться на канал. Также я буду очень благодарен, если вы поделитесь этим видео с другими, оставите свой комментарий и поставите лайк. Нажмите кнопочку «Поделиться», и я думаю, многие преданные скажут спасибо, получив эти видео. Я стараюсь излагать нашу философию так, чтобы это было практично, чтобы было понятно, как применять ее в нашей повседневной жизни. Это одно из моих служений. Я хочу охватить как можно большую аудиторию преданных. Если вы сможете мне помочь, я буду вам очень признателен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова